По этой причине каким-то образом у вас почему-то какая-то машина оказывается сейчас намедленнее всех остальных. Однако, для того, чтобы обработать запрос, вам необходимо дождаться ответа со всех машин. Верно? И длительность обработки запроса у вас будет соответствовать длительности обработки запроса на самые медленные машины. И это, соответственно, проблема. Второе. Такая штука, как вы выберете. Ну или доступность индексов. Дело в том, что если мы храни по кусочкам индекса на каждой из машин, то мы берем и отбыв из этих машин каким-то образом убираем. Ну не знаю, там поломалась на ней линейская плата или еще что-то. С того ни сего этой машины у нас нет. Что происходит? Результаты с этой машины, с этого индекс-сервера у нас теперь недоступны. Представьте, что по счастливому стечению обстоятельств у этой машины оказалась машина, на которой создается CNN.com. Такой известный у нас на сайт, очень важный, очень полезный. Очень часто обновляет. Сколько разойдет, человек ищет что-то интересное, бац, и CNN.com не появляется. Человек и его умение. Как же так? CNN.com две минуты назад появлялся, а сейчас взял пропалку. Ладно, да? Ну как это решает? Решается это с помощью опять дубликации данных и дубликации. Ну, об этом чуть позже. А, вот такая забавная штука еще, как так называемые queries of death. Такие вот нехорошие вопросы, которые могут поболить вам все полную машину. Ну, вы знаете, что софтов лично пишут программисты, а у программистов иногда руки не могут посетить из клада. Из Ингии. Да, да. Ну, в общем, программисты есть не исключение. Иногда баги, причем очень крутые баги, все-таки продажная система раскапливает. Если какой-то запрос триггит какой-то баг, который крашивает вам все сервера, то ни с того ни сего вы на одном запросе можете потерять полностью весь пастер. Весь поисковый пастер. Круто, да? Я кей запрос писать могу. Не надо этого делать. Дроп. Ну, есть. Дроп готовить. У нас в московском офисе, когда я там работал, был один товарищ, который умудрился написать такой запрос и повалил, по-моему, внутреннюю систему поиска кода. Пришла масса, прям, пришла масса письма от различных людей с уважением того, как Кабин недоволит. Каким временем он работал. Он нашел проблему, которую никто не находил. Дело в том, что проблему надо сообщать, что есть такая проблема. Теперь он куарметры в сервис. Как ему удача давали в сервис, когда пробуют давали в сервис. После того, как говорили в сервис, надо очень быстро сообщать. Там не работает у соседа, он не работает у людей в соседнем офисе по памяти. Он не работает вообще ни у кого. В результате все остаются недовольны, но человек получает массу дневных работ. В следующий раз мы говорят, что, чтобы писать такие запросы, лучше подумать, что он уже три раза. Нет, это не завидует. Может, это завидует, да. Вообще, в анекдотичных условиях можно немножко поговорить, например, но интересно про имени, а просто продолжим. Ларг-скейл компьюсинг. Индекс рос, количество запросов просло, в общем, все увеличилось. Рано или поздно в Google надо было двигаться в свои собственные пластеры. Вот то, о чем, собственно, мы сейчас будем говорить. Current Machines. Что из этого представляют машины в современных деса-центрах Google? Какой внутренний дизайн раков? Обыкновенные материнские пластыри функции. NewLand storage и networking, то есть и тиск, и networking, то есть и Nix и прочие стилы оборудования. Сейчас построим очень дешевый Linux. Стабильный. Ну, скажем так, я недавно занимался хайкингом немножко системы, там нашли один баг в Linux системе. Ну ладно, это так. Один. А сколько в Индии баг? Само собой. Пошел холева. Баги в Linux все находят постоянно. Ну, это так. Мы тоже можем там рассказать. Ну, и, соответственно, некоторые нет лесов, которые пишут внутри угла для управления этими железом и мониторингом. Вот. В чем вообще вот фан, так сказать, от работы с железной? То есть у них статически подъявлена. Что за залец встречается? Вот именно в пластере. Один раз приходится полностью применять сетевые выпуски всякие кабели. Ну, вы видите, что у нас приблизительно за два дня по пять процентов машин полностью недоступны. Порядка двадцати rack failures. То есть у меня у вас там рас, если у вас целокатышки испаряются нам, наверное, на шесть часов, допустим. Много-много-много всяких других приколов, чтобы вы можете прочитать. Есть, кстати, довольно экзотические такие. Дикие собаки, атулы, которые переглезают кабели. Или вот, скажем, мёртвые лошади. Вы думаете, как мёртвые лошади будут вам запороть хардвэр? Оказывается, что лошадей, оказывается, хоронят очень глубоко. Потому что их стоя хоронят. Ну да, рост у лошади приличный. Ну да, рост у лошади приличный. Я не очень выступал ростом, но лошадь надо... Метр пятьдесят, метр семь. А мы с Владимиром нисколько. Сколько лошадей же похоронили? Ну хорошо, ладно. Это у Гугла надо спрашивать. Вероятно, мой опыт похож на акварий. Он был специфалом, довоенным. Не, ну это в холке ведь. В холке. За два метра запросто. Так вот, копают очень глубокие могилы. Пока копают, могут там что-нибудь задеть. Последствует конлективить. Ну а то есть, почитайте дальше, какая забавная штука. Пьяные охотники. Это вот такой реальный случай. В Орегоне был, я не могу сказать, это центр. В Орегоне, в Орегоне, в Орегоне. Значит, пьяные ребята поехали пострелять. И вместо того, чтобы стрелять там, еще кто-то решили пострелять в эти столбины. Лучше дострелять. Ну а теперь давайте посмотрим на то, что представлял себя сервер-дизайн, который в принципе актуален по сегодняшний день. Вот здесь вы можете видеть приблизительно то, что себя представляет поисковый движок сегодня. Поисковый движок назад. Значит, давайте я пойду снизу вверх по этой картинке, чтобы не было необходимости копировать файлы руками. с помощью Unix command, например, dcp, dcp, netcat, еще что-нибудь. Таким таро-ситочным послушанием. Пайплайн закончился. Вы построили такую распределенную файловую систему очень хорошего качества, но до сих пор уделялись. Вот. File Loaders — это таски, это задания, это работы джобы, которые подгружали данные с GFS, это файловая система стадионная, на эти машины, где они уезжали. Вот. И называемые leaf servers — это джобы, которые непосредственно занимались исполнением запросов. и так далее, и так далее. Вот. Репозитарий-менеджер — это такой аналог балансера, про который я курирую. Слайдов. Репозитарий-менеджер занимался с кедрингом выписки аддиктов, выписки, и так далее. И так далее. Того, какой File Loader, who is it, who is index. Ну и дальше мы видим два слоя этих синеньких, parent servers — это просто отдельная джоба, которую занимались final, final, то есть посылка запросов и сбором результатов. И, наконец, root. Root — это просто некий аналог фронт-энда на предыдущих слайдах, который принимал входящий запрос и углевал, точнее, разговаривал с parents, с cache servers, и потом, по окончании исполнения запросов, давал результаты тому, кто просит оценить запросы. В instance, вот, собственно, это и есть весь поиск выборов. Больше ничего такого миллионного. Знаю это, наверное, на первом курсе. Нет, на первом курсе. На втором курсе. Вот. Поменялся немножко формат. Вот. Здесь у нас начали поделаться различные вещи. Я, на самом деле, не буду на этом фокусироваться, потому что здесь очень много деталей, которых можно опять поговорить, если вам будет интересно очень позже. Все различные кодировки, хитрые. Я сразу переблю к этому слайду, который представляет так называемый видос. Сейчас вы заметили, когда вы отправляете запрос в Google, выбиваете результаты, которые Google вам возвращает, которые не только приходят из web-индекса, они приходят из массы других индексов. Видео, имиджи, видос. Ну и прочих. Что у нас там? Докс еще есть, еще какие-то там вертикали. Вам иногда видео какие-то возвращаются, какие-то картинки показываются. Вы видели, да? Понимаете, что вы видели? Вот. В чем здесь фишка? Чтобы выдавать такие результаты, ну а почему это делается понятно, да? По определенным запросам гораздо лучше подходят результаты, скажем, из индекса по видео. Какие-то запросы лично у нас... Ни в каких-то запросах с равными классными результатами являются результаты с капли. Ну и так далее. Вместо того, чтобы пользователям не кликать лишний раз, а кликать лишний раз на вот эти табс, которые соответствуют этим разным индексам на поисковой странице, все-таки довольно-таки мудно и, в общем, люди очень довольны. Это просто-напросто проще всего показывать все вместе, каким-то образом это аккуратно представлять на страницу, ну и так, чтобы пользователям сразу видеть то, что им интересно, по нужной ссылке. И вот этот сервис, называется Universal Search, он был представлен в 2007 году. Суть была в том, что просто-напросто у нас есть масса таких различных индексов web images local, карты, новости, видео, блоги, и прочие всякие штуки. Мы предоставляем некие единые сервисы индексации, которые там строит индекс для всех этих кратикалей. И когда запросы в Google, мы отправляем этот запрос к называемому supercorm запроса, который у нас отвечает за то, чтобы этот запрос был разрослан всем из этих маленьких индексов. Дальше после этого собирает результаты, каким-то образом их там пакует, решает, что важно, что не важно, и отдает результаты web server. Какие у нас появились всякие интересные задачи в течение времени. Дело в том, что я до этого говорил, что индекс обновлялся у нас раз в месяц. Раз в месяц это очень медленно, потому что есть новостные сайты, которые обновляются не каждую минуту. Если держать новостной сайт в индексе в месячной недавности, то, извините, пожалуйста, просто называют смех людей, которые видят там в месячной недавности, которые уже абсолютно не актуальны. Поэтому необходимо определенные сайты какие-то брать и дексировать, обновлять в индексе гораздо более часто. Возникает в таком случае вопрос, какие из этих сайтов, какие из этих страниц нам необходимо обновлять часто. Есть масса страниц, какие из них хорошие, какие из них плохие. Как пишете? Те, что по ранжированию, те, куда люди больше всего кликают, и такие надо обновлять. Тот ты где не нас мотив? На сетаже. Машет. Да. Дело в том, что ответ неоднозначен, поэтому это и называется. Надо знать, какие обновляются. То есть сравнивать. Да, это вариант тоже. С другой стороны, сайт часто обновляется. Допустим, я на страничку в блоге могу писать каждые пять минут. Мой блог читает, да, он обновляется часто, но человек обновляется, и сейчас тратит на него системный ресурс. Ну и правильно. Вот. Это и называется эористика, потому что нет такого однозначного ответа. Да, надо смотреть на то, какие сайты популярны. Да, надо смотреть на частоту обновления этого сайта. Таким образом, каким-то образом, совмещая и комбинируя различные сигналы, решать, да, действительно, этот сайт смеется чаще обновлять, этот сайт нет. Я до этого говорил, например, про директорию. Да, вот директория — это отличный источник информации, который он дает таксономические данные по структуре web. Например, если вы знаете, что есть некий набор сайтов новостных, то это очень хороший сигнал, который вы можете использовать для того, чтобы обновлять этот сайт в индексе очень часто. Да, есть еще много-много чего другого. То есть, как я сказал, назначенного ответа нет. Но есть масса других проблем, которые с этим связаны. Вам необходимо эти страницы, так сказать, кровить, то есть читать из веба и сохранять в себе кровь. Очень быстро необходимо пересчитывать различные сигналы, которые связаны с этими страницами. То есть, так называемый PageRank, если кто слышал, то слышал, что такое PageRank. А, ну, много. PageRank — это просто такой сигнал качества страницы, которые в Google используются, для того, чтобы оценивать, насколько страница хороша. Различные другие детали, параметры. Дело в том, что, имея только локальное обновление, то есть, у вас есть некая новая копия сайта, просчитать многие из этих сигналов становится очень сложно. Потому что, скажем, PageRank, как алгоритм работает на статическом уровне. У вас графность постоянно меняется. Необходимо придумать некие приближения. То есть, необходимо приближенно считать значение этого PageRank каким-то образом. Делать так, чтобы алгоритмы у вас продолжали работать хорошо, и этот сайт, допустим, показывался в соответствии с своей релевантностью запроса. Ну и, наконец, с точки зрения инфраструктуры, эти изменения должны у нас каким-то образом попадать в индекс очень-очень быстро. Это тоже нитривиально, потому что все раньше мы не строили просто, там, не знаю, вывоз один и тот же файл, который содержал, наверное, все хрустингвис, весь, кстати, укратный индекс. Теперь у вас есть вот эти инкрементальные обновления, каким-то образом надо уметь их обрабатывать, каким-то образом хранить, каким-то образом проходить по фиксированной, стационарной части индексы и по вот этим добавлениям. Далее что? Эксперименты. Дело в том, что в угле есть огромное количество людей, которые работают над функцией аранжирования результатов, тот самый Скоринг, о котором я до этого говорил. Вот вопрос в том, что если у вас есть проистовая система, как вам ее лучше, в каком лучшее суть? Это не нужно. Говорить эксперимент. Есть какая-то идея. Почему эта идея должна работать? Ну, как вот так сказать? Будет она работать или нет? Здесь же нет такого, что вот я сделаю это изменение, оно будет либо исключительно на белом, либо исключительно на черном. Нет. Все изменения, какие-то спросы делают лучше, какие-то, может быть, не совсем. То есть нельзя так однозначно все сказать. Вот единственный способ ответить себе, или смысл делать данные изменения, в принципе, аранжирование, это эксперименты. Эксперименты бывают разные. То есть какие-то эксперименты могут быть просто изменения каких-то рисов в каких-нибудь формулах, неких коэффициентов. Ну, тогда это все понятно. Это просто... Все очень легко и просто. Вы меняете коэффициент, смотрите, насколько у вас хорошо изменился... Хорошо поменять всякие метрики. В частности, это тот же самый precision recall, о котором я говорил. Тут нечто, что вы можете отслеживать. Помимо этого, отслеживаются многие всякие другие штуки, которые вы говорите. Вот. Более сложный эксперимент, когда вам нужны какие-то дополнительные данные в вашем индексе. Что есть делать? Как только эти эксперименты? Обычно эти данные генерируются, и вам каким-то образом необходимо обновлять работающий индекс, либо впадающий, или какие-то девелопментные инстансы, так чтобы эти изменения у вас подхватывались. Какая у нас есть для этого штука? Какая у нас есть для GFS? Это распределённая файловая система, с которым интересно, надо тоже, наверное, поболтать на тему GFS. Есть эта штука как MapReduce. MapReduce — это фреймворк для масштабных, параллельных числений. То есть, если вам необходимо посчитать какой-то там новый сигнал по всему вебу, вы запускаете этот самый MapReduce на этом дата-сайте, и получается ваш новый сигнал. Вообще MapReduce — это одни из базовых операций в параллельном компьютерах. Если кто знаком, если кто этим немножко занимался. Ну, что представляют эксперименты в Google? Первое — у вас есть какая-то идея. Вы используете эти инструменты, какой-то бутонаприды с GFS, биттейбл. Биттейбл — это определенное key value storage. Вы генерируете ваши новые данные, прогоняете некий оффлайн-эксперемент, какой-то там девелопинг инстинкса. Смотрите на результат. То есть вы сами посмотрите, как это будет работать на случайная подготовка, или какие-то рейтеры вам посчитают что-то, какие-то интересные штуки. Ну и дальше вы смотрите, какие у вас результаты. Такие штуки, как latency, на данном этапе особо роли не играют. Ваши запросы будут обрабатываться немедленно и очень мало их в общем может обрабатываться, вам все равно. Так или иначе, вам необходимо модерировать в зависимости от того, какие у вас получились результаты, для того чтобы продвинуться ко второй части экспериментального цикла. Это когда у вас все хорошо и вы хотите перейти на ножевой трафик. То есть вы, по сути, ваш эксперимент запускаете на живом трафике и смотрите, как пользователи оценивают результаты вашей работы. Обычно берется какой-то небольшой процент запросов, на которые запускается в ваш эксперимент. Обычно этот процент запросов случайно то есть запросы случайно выбираются и отправляется к вашему эксперименту. Вот. На этой стадии throughput, не важно, потому что вы обрабатываете небольшое количество запросов, поднагогательность становится уже критической метрикой, поскольку вы работаете с реальным трафиком. Ну и наконец, если у вас все хорошо, вам необходимо просто-напросто уже запускаться. Что вам остается сделать? Вам необходимо просто протюнить ваш performance, разобраться с проблемами с throughput, если они остались. То есть, как это делается, например, если у вас есть вовлечены в ваш алгоритм какие-то сложные вычисления, возможно, эти вычисления необходимо заценить приближенные аналоги. Вот. Как-то так. Ну и наконец, если все хорошо, вам остается просто-напросто взять и выкрутить ваши изменения в продакшенном. Просто убедиться, что ваши изменения будут относительно сравнимость по стоимости с тем, как до этого работал Windows. В принципе, все. Вот, например, в чем заключается работа search quality инженера в Google. То есть они только этим занимаются. Генируют новые идеи, проводят эксперименты. Генируют новые идеи, проводят эксперименты. Кто хочет Google search quality, вот в чем будет сейчас ваша работа. Далее можно поговорить немножко о различных других примерах информационных систем. Кто пользовался Google search? Постоянно. А, это хорошо. Похоже, мы хорошо знакомы с этой системой. А кто знает как он работает? Переводчик. Переводчик. То есть он знает, что это на английском, а это на другом языке. То есть он имеет слова «я», в типичных девчонах. Он знает ценности, тести между один и другим языком. В общем, да. Это статистическая модель, основанная на н-граммах. То есть последовательность из конслов. Которая про самостоянилирует некое предложение, которое максимизирует и минимизирует оптимизирует, более общего говоря, некую цивилизацию. Вот. В чём проблема? Это алфаносинкекс очень большой. У нас есть огромный корпус этих элементов на разных языках, в котором живут эти самые n-граммы. n-граммы, в которых n может быть объединиться, я не знаю, там, форму. Google публиковал корпус этих n-грамм, ну, там, вплоть до 6-ти. Я уж точно не помню, сколько именно в настоящем Google Translate используется, но до 6-ти можно скачать где-то там, например, в Google-ом сайте. Вот. Проблема в том, что это очень дорогая информационная, дорогая система information retrieval из-за определённых её особенностей. Дело в том, что, к примеру, чтобы вам перевести одно предложение, вам требуется сидеть порядка 2 миллиона запросов в многотерабайтной модели. Модель – это просто-напросто эти n-граммы с некими там, с некими весами, с некими нероятностями. Вот. Вот здесь такой, например, информационная система. Кстати, директивная информационная система в своё время работала, ну, как видите, работает она очень и очень держит. Приводит, приводит, народ более-менее доводит. Хотя иногда бывают такие... Первый этаж, что... Приватный поиск. Ну, вот у вас есть, например, ваш e-mail, или по Google Docs, или, скажем, G-Plus, в котором вы пишете такие документы, как посты, или управляете письма. Вообще, по идее, надо уметь синдексировать этот контент. Верно? Потому что иногда вам надо в нём что-то там искать. Ну, не только. Там есть ещё интересные всякие штуки. Если, опять-таки, кому-то интересно, это могу, ну, что рассказать. Это, кстати говоря, одна система, которой я непосредственно работал, где-то последние... 2013-2014 годы, довольно хорошо с этим всем знаком. В чём проблема? Ну, или особенности этих систем. Во-первых, то, что у вас появляется такая штука, как privacy в этих системах. То есть, допустим, если веб полностью публичен, доступен для всех, да? Здесь у вас... Ну, email доступен только для вас лично. Для кого это будет? Если кто-то читает ваш email, ну, блин, это плохо. Может, там... А ещё не так. Поиск, пишем email. Да, да, да. Реклама в Google. Gmail это нормально. Так было. Что ж там? Ну, реклама-то, реклама, наверное, email это нормально. Да неплохо. Да, реклама-то, да, само-самое. Вот если кто-то читает там... Со мной реклама в Gmail никто не замечает. Ну, с email относительно всё понятно. То есть, тут один человек может, имеет право читать контент данного документа. При этом результаты, поисковые, нужно возвращать только те данного пользователя, которые принадлежат какому-нибудь пользователю. Так? А вот, скажем, взять Google Docs, да? Вот вы пишите документ какой-то, да? И не с того ни сего там решаете, что вам надо его расшарить там. С Васей, Петей, Машей и так далее. Всем, кто имеет ссылку? Ну, да. Всем, кто имеет доступ, вот эти результаты должны в каком-то там показываться. Вот. Как сделать так, чтобы оно всё работало? Тоже. Это реально такая задача. Вот. И второе, чем отличается, к примеру, и ванны поиск от кубличного, это скорость обновления документов. Вы, допустим, написали email, да? И ищите по каким-то ключевым словам, которые были в этом email. Вот если он не появится, вы будете доверен в результатах поиска? Нет. Ну, естественно, нет. Эти слова же там есть. Только что его написали. Как же его нет в поисковых результатах. Понятно. Да. Вот поэтому необходимо обновлять эти документы очень-очень быстро. Сразу буквально. То есть вы отправили документ, он создан, вам нужно обязательно взять и обновить его там. CNN.com может подождёт там минутку, в принципе. Мир от этого перевернётся. Это вот такая вот проблема. Плюс к этому, как я сказал, в отношении шеринга со временем вы, к примеру, можете добавлять или удалять людей из списка тех, кому этот документ доступен. Необходимо, чтобы такие изменения точно так же отражались на индексе, на том, какие результаты к кому вы возвращаете. Здесь он говорит о различных штуковинах, о параметризуемости систем. Мы это пропустим. Вот. Information extraction from some structured data. А кто-нибудь пользуется Google Now? Не знаю, человек пользуется. Хорошо. Вы заметили, эта штука, если вам куда-то лететь, может показать вам, что у вас там есть какой-то наградный. Ну, допустим, опаздываем. Как это работает? Помогите. Магерь. Коррупция. Коррупция. Еще раз. Если пик-тикет забухали, и пришёл confirmation на данную почту, но он оттуда прочитал, допустим, и понимает, что у него поржу на какую-то серию, то есть в том, как именно это реализовать. То есть как понять, что это на самом деле. В электронном билетике вы приобрели на рейс, там, не знаю, в Киев, в Лондон. И, на самом деле, почитать нужную информацию с сервисом, и понять, что это есть в Лондон, тогда-то, тогда-то, там, long time, или что-то еще. Дело в том, что здесь мы имеем дело с полуструкурированными данными. Да, действительно, подтверждение бронирования билетов имеет определенную структуру, текстовую, в принципе, там, используя определенный алгоритм, можно понять, что то или иное письмо, действительно, да, это подтверждение бронирования авиабилета. Никто вам, допустим, в заголовке там не напишет, что это подтверждение бронирования авиабилета. Никто не напишет, что вот такие какие-то авиаретии, вот там, и так далее и так далее. Вам, я понимаю, надо все сделать в своих сайтах. В том, что в подобных данных в интернете существует просто какое-то дикое количество, то есть возьмите, например, там, книжки или там, страницы с какими-то таблицами, все полуструклированные данные, то есть есть некие данные, есть и аннотации. Необходимо уметь выделять эти данные и понимать, что эти аннотации означают. Довольно новое направление, в принципе, ни разу не прилия, довольно интересное. Вот. Ну ладно, еще про одну штуку такую клюну. Ну, нынче Google умеет отвечать на такие вопросы, когда ты с ребятами разговаривал, я, наверное, перерывал об этих вещах. Google умеет отвечать на вопросы типа дайте мне список всех жен президентов Соединенных Штатов Америки с такого года, которые любили кинессу. Как обрабатывать такие запросы? Тоже такой совершенно непонятный вопрос, но он связан уже с поиском по графу. То есть здесь мы имеем просто дело с обратным индексом. Нам необходимо иметься скайп по графу. Как это делать, это тоже такой большой челлендж. Кстати, у нас до сих пор классно не решено, то есть если там есть определенные проблемы с этим. Но народ работает. Если у вас появятся какие-то идеи, можете написать в Google и сказать, что я знаю, напишите проблему поиска по графу активно. У вас сюда хайп. А куда ж писать? Мы говорим, а куда писать. Что сказать в качестве заключительных слов? Дело в том, что крупномасштабные поисковые системы — это постоянная эволюция. Постоянные новые задачи, которые появляются, которые требуют решения. Работать над ними в целом вам. Опять-таки за обедом рассказывали ребятам о таких хауземах. Кто слышал, что такое муже слово, закон мура? В общем, смысл в том, что железо становится дешевле два раза каждый амбет. Дело в том, что закон мура у нас прошел к концу. Впрочем, как и такая штука, как Denard Scaling, которая подошла к концу еще несколько лет назад. Если вы заметили, тактовых часов процессоров уже не растут. Если раньше у нас там 333-й, какой дипенсион считался? Ого, какая-то странная машина! То сейчас они остановились где-то там, по-моему, на дегерерцевых цикл-дегерерцевых значениях, и все, дальше они не растут. Это пример того самого Denard Scaling. Как бы и то, и другое остановилось. В результате, вот, вопрос в том, каким образом нам улучшать дальше нашу машину. То есть, производительность на единицу другу. Соответственно, на один друг. Это один из примеров новой задачи. То есть, происходит эволюция, система происходит эволюция, появляются новые задачи, надо их решать. Софтвер инженер, инженер и хардвер инженер решают эти задачи. Все довольно прикольно. В чем вообще win, в чем benefit всех этих решений? Дело в том, что, когда вы создаете эти системы или улучшаете их, это меняет жизнь очень большому количеству людей на себе. Ну, Google, кстати, запросит много всяких информационных видео о том, как через поиск люди где-нибудь там, в какой-нибудь Африке, в глубокой, ни слова ни с сего начинают собирать урожай в 10 раз больше, ну и пропадает, и проблема не будет. Выли много чего-либо. Ну, здесь вот третий такой пункт. Интересно. Новые техники эволюции существуют любую новую систему. То, о чем они говорят. То есть, вы придумываете, как извлекать эти данные по-новому, у вас ни с того ни с сего появляется необходимость разработки новой системы. И здесь повторяется тот же самый цикл, когда вы заново проектируете вашу систему, ну и она проходит свой цикл уже. То, о чем, по сути, я говорил в проеме 13 минут за эту презентацию. В целом, a lot of fun, можно сказать так. Спасибо за внимание. Сейчас у них еще такой вот слайдик один маленький перед вопросами. Если кому-то интересно, то о чем я говорю, можете почитать здесь литературу. Вот. И также немножко образовательных материалов. Если кому-то интересно узнать больше, а в information retrieval есть центрский класс такой. Там, по-моему, опубликованные материалы лежат. Вы там просто скачиваете, занимаетесь. Кто-то с вас не берет за это денег. Вот. И вот если кто-то пользовался Udacity где-нибудь, есть такой курс на Udacity. Intratic computer science CS1.1. Будет у нас учить так, как в агентстве CS1.1. Но там вам предлагают реализовать свой движок на Python. То есть, кому интересно, можете взять и попробовать это сделать. Окей. Вопросы? Вопросы? Да. Как реализуется поиск по видео и по видео материалам? Что-то все увидим? А, смотрите. А, на ближайшем. Я понимаю. Кто смотрел такой поиск? Ну, зависит от того, что является запасом. Здесь вроде на YouTube. Видеоматериал. Там рассказать о чем самом деле. Вот. Также полный текст не будет. А какие-то... Почему я словак видео? Как аннотации? По этой аннотации делал? Обычно, да. Аннотация, title, description. Дело в том, что в видео есть обычный description, в котором вы пишете, показываете комментарии, потом, возможно, извлекаетесь видео какие-то интересные причины, но тоже более продвинутые. Базовые техники, да, это title, description, какие-то комментарии, может какие-нибудь subtitles, или может куда еще это видео шарит? Это дополнительный сигнал, да. А если с аудио файл выкинуть текст, speech.op, она на данной версии, и там она умеет читать текст, то есть делать файл из аудио, и по нему делать поиск? Да, это можно, проблема в том, что у вас будет шутка и низкий процент. Дело в том, что разные люди обладают разной дикцией и четкостью произношения. Кто-то может мямлить, кто-то может говорить очень четко и ясно, у кого-то в результате извлеченный текст у кого-то будет просто идеально, какой-то, 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 английский это называется, джебридж, в общем, какой-то полный бред. Поэтому качество поиска под этим идеалом будет... Как он будет развивать? Как он будет развивать? Как он будет развивать? Гоголь интенсивно или приоритетная задача? Просто, например, на мобильных телефонах, то есть ты говоришь про то, он дыренько распознал и отраслал его в пользу. В целом, да. Это один из очень горячих кубиков в индустрии. Брэнд, эти нейронные сети, которые используются для распознавания человеческой речи. Гоголь вкладывает в это направление довольно существенные ресурсы, в частности, научные ресурсы. И в целом, я бы сказал так, следует ожидать улучшения качества. Знаете, в чем проблема? Дело в том, что часто бывает так, что человек, слыша, как любой человек что-то говорит, он в состоянии понять, что этот человек сказал. Что же это говорит от машины? Он за машиной не поменялся. Знаете, что это такое? Есть всегда какие-то пределы, границы к тому, что можно достичь с помощью любого алгоритма. То есть всегда будут какие-то рамки, ошибки. Тем не менее, все, что можно сделать, с крестными целью делать. Ну, я бы сказал так. Неплохой трактор. Можно вопрос на картине? Пойди. Порно. Как Google знает, как Google умеет отслеживать мои фотографии? Например, я беру с помощью камеры, Я еду на выходные, делаю фотографии, потом окружаю их в Google Photos, и потом он мне через день присылает. Ты был вот здесь, потом вот здесь сделал вот эти фотографии. А вот я и все же спрашиваю, как он это делать? Да, я нашел свой телефон. Где-то из кем-то реках. В целом, да, то есть это самая простая, самая понятность. Телефон фотографирует, она делится с другими камерами. Да иди что. Ты делаешь ту минуту, когда ты делаешь фотографию. То есть, мне тоже такое должное впечатление, что это делать. Скажем так, я не знаю, как у товарища. Но вот то, что ребята сказали, мне кажется, очень-очень естественно. А можно не спросить и нам написать? Коммерческая тайна. В целом, конечно, это очень-очень интересный. У меня есть похожий вопрос, такой вот. В умыне с людьми уже не так и случилось. Вот я работал на старой работе, когда не было у меня ни Android-телефона. Я просто знал одного человека. А как ты любил? Ну, тогда я не пользуюсь Android-телефоном. Я знал одного человека и все было, ну, мы с ним там общались. Потом прошло, наверное, года четыре, я с ним не общался. Google Plus мне предлагали друзьям. У меня нет общих телефон, у меня нет общих друзей с ним. Он мне предложил это. Вы понимаете? На самом деле, он же с себя много этого предлагает людей. И других. Просто рано или поздно тебе попался твой знакомый. Общие друзья в одну школу ходили. Ну, обычно, да, это связано с тем, что у вас есть какие-то общие знакомые по сетевому плане. Интересно. Я его знал четыре года. Четыре года назад, и в последний раз общался. Все. Ни никаких общих знакомых я знал. А вот интересно. Да, не много. Нет, не столько интересного... Так а в другой тебя искал. Ахахаха. Знаете, что в свое время там... В свое время, разум-довы, разум-довы, разум-довы... Не было ли ничего из двух, а ничего не было? Ну, посмотрите, просто так какие-то еще не бывают. Долго быть, какие-то точки соперникновения. То есть, где-то с ними пересекались. Хорошо. Мне кажется, что в этот раз, еще раз, скажи, одна моя американская ящина сажаловалась на то, что невозможно тебе прошедшить, предлагал заполовить какую-то девочку, которую она там тоже встретила один раз. Говорилась с ней один или десять раз, нам, где-то пять дней назад. Вот. И... который больше вообще ничего не знает и не интересуется, ни слов ни сего. Титр говорит, слушай, а вот ты, возможно, будешь заинтересован в том, чтобы узнать, что происходит, значит, у этой девушки. Они говорят, хреном, это надо. Вот. Но... Вот каким-то образом... Это просто было зафиксировано, что они каким-то образом разговаривали. Может, там просто чатом менялись пара фраз буквально. И... кто-то где-то осталось. Слушайте, за вами никто третий не ходил. Может, машина гуглская проезжала? Все-таки из области поиска. Вопрос области паранойи. Разговариваем мы какую-то тему, что-либо. Какой-то термин нужно загуглить. Я только первую букву набираю в поиск, он мне предлагает первым вариантом вот этот термин, который же не может быть просто... Потому что такие у меня есть. Таким по-первых, кто такой термин, который не может. Согрессит, не аморринг. Согрессит просто поиск вот, видите. Чего, около я люблю, например, в Монавике с Delegate есть, такое сложное, доброе слово. Айосе. А он, наверное, разбивает почти сяк. Текст-в, Delegate. Мы пишем, Text-в, Delegate. Акцент. Акцент. Акцент в Азии. Но зачем он разбивает термины, к слову? Просто объектив. Смирь. Смирь. Подразумно, что программистов нет смысла писать всё вместе. Да. Я просто понимаю. Так дело в том, что кого больше вы догнали, программистов? Просто вы какие-то людей, которые вы получите в алюмирую. А можно сделать исключение для программиста? Получилось еще в Google определять, что это программисты, кто нет, кто заинтересовался Но если ты пишешь, то это просто пей, а значит это пробел А может у тебя пробел выпал? Ну это же так сложно Галочку ставить На самом деле, статистические модели, которые... Мы просто имеем дело со статистическим характером И статистические модели, которые говорят по словам, просто-напросто смотрят на то Какое написание того, что вы написали, наиболее, на самом деле, вероятно В реальном мире Как я сказал, большинство людей в этом мире не программисты И они пишут эти слова в разделе Как надо Ну, представьте, там, не знаю, миллиард китайцев, миллиард 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 Не знаю, сто тысяч программистов, остальные там 300 миллионов американцев 80 миллионов британцев Велик программистов относительно мало Да, вопрос Просто расскажи, Google-команда поиска Что она готовит для такого нового, который мы уже не знаем Поиски, что-то, какие-то, пичи таких Мы никогда не скажем Честно, честно Ну, скажем, да Ну, смотрите, дело в том, что Я поговорил немножко во время слайдов Господи, на одном из последних слайдов О различных проблемах, которые существуют Например, ну, приватные данные – это одно Но есть проблема излечения информации из полуструктурированных данных К примеру, все то, что связано с этими штуками Может рано или поздно появиться То есть не обязательно есть готовые решения Сейчас проблема заключается зачастую в том, что Как, имея массу этих данных А их извлечь В как бы присвоить или назначить семантическое значение Этим назначенным данным То есть если решить эту проблему, то Появится масса различных данных, которые отвечают То есть, скажем, гугловский Personal Assistant Может быть гораздо более полезным Да Два вопроса Первый Расскажи немного себе Образование Как ты попал в Google Чем занимаешься в Google Технологии Там уже есть там Веб Как ты там The Canada И вторая Вопрос Ты в Украине первый раз Сейчас тебе Украина А Понравилась Не понравилась Ну Хорошо Я не говорил, что я родной из Казахстана Родился в Северословной Ате В общем-то там И в университете Поэтому я знаю, насколько Вообще Я Словом Карман не везу Сколько дерьмовое образование Появил там А Это записывается Запикаем Запикаем Вот Вот Образование Математика У меня магистрская степень В математике Как я сказал Образование Это Самое лучшее И Математика Такой Номинальный Я занимался во время Учёбой в университете ИСМ и СПС Кто-нибудь слышал, наверное Ну это соревнования Для студентов По программированию По алгоритмическому Вот Ну и скажем так И успел Я там Выиграл несколько Блокальных чемпионатов Потом Неплохо Выступил на Всероссийском Чемпионате Попал В финал В мировой финал В этих соревнованиях Но они считаются Более престижными И финалистов Гугл Обычно приглашает Интервью Так Я как раз Показал себе В резюме Гугл Не буду Если сегодня Ставили возможность Пройти эти интервью Я попрошу А Гугл очень любит Всякие-то Логолитмические задачки Создавательные интервью И, соответственно Поскольку я этим до этого Четыре года занимался Только этим Ипосредственно У меня себе Задачки были Вот И так я Получил Гугл Абсолютно Менее представления О том Что представляют современные технологии Я скажу ещё раз По названию Математика Всё что имел делать Это решать эти олимпиадные задачки Писать их на Сначала На Паскале Потом На На Паскале Писать Приложение Подают И Подают И Подают На Паскале Писать предложение Подают Подают У На Если Ну Это Ограничилось Простыми Штуками Программами Single Thread Которые читали Что там из файлов И записывали Вот Вот Вы видели На самом Деле Computer Science Не ограничивается Такой Эти олимпичные задачи Но Web Databases или mobile development, много чего будет, distributed systems, systems architecture, machine learning, это тоже algorithms, конечно, не стоит список с счетов. Ну, скажем, взаимодействие железа с софтом, то, чем я сейчас занимаюсь, непосредственно много чего другой. Ну, это, скажем так, это ответ на первый вопрос. Ответ на второй вопрос. Впервые Киев я посетил в 1990 году, когда Киев был столицей Украинской ССР. Если кто-то слышал про то, то я уже слышал. Да, есть. До сих пор слышат. Украинская ССР. Это было лет 6, если не ошибаюсь, или 7, точно не помню уже. И мне это очень понравилось. Поэтому в 2008 году, если не ошибаюсь, лучше бы еще раз киев посетить через 18 лет. Приехал, значит, на одни выходные. Зимой, конечно, занимался, но ладно, с кем не бывает. Следующий мой визит состоялся в июле этого года с Владимиром. У меня возникли, кстати, дела определенные, связанные, скажем так, с семейного характера. Но я заодно просто решил отпуск привести здесь, потому что от отдыхов на уроках удовольствие не получаю. Я, по-моему, недавно ездил на один порт, не особо посмотреть на западную порту не очень-очень хотелось. Взяли и поехали по нескольким группам. Ну и, по сути, эта презентация была там сделана. Кстати говоря, вот здесь презентация ограничилась двумя часами. Сейчас у нас Q&A, Саша, которая, конечно, работает более непринужденно и легко. То есть, по крайней мере, на Q&A народ реже засыпает. Там эта презентация затянулась на три часа, потому что я обычно гораздо более детально все это дело разжевывал, чтобы всем было все понятно. Но я там в дорогах частенько так начинал смотреть. Но в целом я был очень сильно рад, чтобы презентацию это понял. Ко мне Виктор подошел перед тем, как было нужно распрощаться. Сказал, что с того, что я рассказывал, он понял больше 15%. Дело в том, что когда я сам впервые послушал эту презентацию, джеб 1 уже работая в Google 3-4 года, я сам понял не больше 40% с того, о чем мы говорили. Ну, на самом деле, было очень сложно. И не имея определенного байкграунда, понять, в чем будет это сбор, это презентация довольно сложно. Так что, если вы что-то не поняли, это не проблема в вас. Потому что там, я не знаю, у меня есть тенденция сидя видеть, что-то такое, что-то там не понимаю, что-то там где-нибудь не понимаю. Вот, это на самом деле не правда. Просто требуются определенные байкграунд знания, которые помогают все дело понять. Так вот, значит, какие у меня были впечатления? Дело в том, что впечатления я приобретаю или получаю, в первую очередь, от общения с аудиторией. Дискровки вопросы задают, насколько интенсивно эти вопросы задают. Например, вот я перед презентацией специально решил задеть такую дискуссию в отношении тех дисков, в том, что что-то читается, иди БМС. Ну, а Леш, ну, народ понимает, о чем устроить. Это очень классно, потому что видно, что люди продвинутые. Люди знают и понимают вещи, которые делаются в той же долине. Например, поехать, когда вам, наверное, не так сложно приехать, и, успевавшись на работу, работать и зарабатывать что-то с деньгами, или делать что-то, что вам очень-очень нравится. Хотя, как говорится, ни разу не мешает. Так что, да, я скажу, что девелоперы украинские, подтверждая свою субтюру в моих глазах еще раз, кстати, скажу такую вещь. Один из ключевых девелоперов в search quality, есть Google, парень из украины, Саша Грушецкий, если не ошибаюсь. Ну, наверное, по нему никто не слышал такое относительно... Он даже старше меня, по поводу, поэтому, наверное, с ним вам пересекаться не приходилось сейчас. Сейчас Google серф сегодня найдешь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Можно третье слово добавить, Google. Парень из медицин? Нет. Первый президент в Украине. Ага-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-хахахахахахахахахахахахххахахаххаххахххХххххххх Flame Gin удариги Тут « Sask várias». Его имя улица информация. Хорошо Вторая теоретика, это about it, about it 30 этажей Пусть с каждым километом 31 этажей Тут косяк Кто это сделал? Видите, на самом деле как я сказал в банке есть Вы не удивляетесь А в отношении дорог если кому интересно У меня говорил, что я вырос в полноте У меня была машина в 2006 году У меня уже ничем не вышло Удивили Дело в том, что на своей машине он вырос из-за великолепного качества долог поломать себе гидроусилентную Дело в том, что у меня еще стоило мне денег Я просто научился относиться к этому Дороги Сейчас технологии так идут, что удалять данные накладные Google тоже так делает и куда дальше если это все будет совсем огромное Что делать с данными? Как раз на данных параллельные измерения Данные на самом деле удаляют Удаляют физически в зависимости от того и данных Их просто стирают Естественно, там можно это делать физически молотком Обычно это просто-напросто делается с помощью файловых систем Удаляют Удаляют Записи из каких-то данных В частности Google, если не ошибаюсь зная как это делается Есть некая внутренняя полисис согласно которой то есть какие-то свои приватные данные то он обязан пропасть из всех систем в течение дополненного количества Ну пропасть то есть физически То есть не логическое удаление физическое Не проверить Да? Что не проверить? Надо ли проверить? Ну Скажем так Я просто сам видел эти джобы которые занимаются этими делами Мне приходилось сейчас в дизайне определенных систем которые должны принимать его внимание наличить этих джобов и честно признаться Ну ладно Ну то, что Google его удалит не значит что его удалит в другой то есть да да кстати вот в Европе в европейских странах в Германии в запредельных странах есть такой закон что если допустим человек требует чтобы информация не была удалена из индекса то человек может обратиться просто пожалуйста удавите все данные из вашего индекса вот и согласно законодательству Европейского Союза ну обязательно пойти и на самом деле взять и удаляйте тебя если в чёрной матери это вызывает массу проблем потому что вы сами понимаете автоматически это делать очень сложно информация о ком-то человеке может быть представлена как-то не напрямую а ну допустим космос всякие штуки надо каким-то образом находить и удалять из индекса а им же надо ещё как-то проверить что вот эта информация именно про того человека который к ним ходил в том-то и дело я говорю в том-то и чалунж что это все очень сложно так это уже реализовано или нет потому что это вроде бы недавно такой закон только придумал ну да в том-то и дело то есть у меня просто-напросто коллеги занимаются этими делами в качестве 20% проектов и как оказывается это очень-очень сложно и отчасти требует ручной работы если бы не было информация это уже как-то есть а у тебя были какие-то 20% проекты в которых ты можешь а, да, конечно раз и два значит я в качестве такого поездки в Украине ну как сказать на самом деле нет это просто собственная инициатива я говорю у меня дела личного характера официально 20% проекты которые у меня были но сейчас расскажу где начнут говорить отношения того играют ребята здесь в офисе вы какие-нибудь сети рабочими или нет поиграют все играют т.к. мой форт дума как платформа нет 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 я таким не занимался смысл вот в чем дело в том что в гугле никто не вылит тебе сколько времени работать сколько времени на работе хочешь вообще не появляйся в чате не отвечать на писем но главное чтобы результат у меня был случай такой я как-то раз был в отпуске я как-то раз был в отпуске у меня был жуткий джетлаг я поехал навестить маму у меня был жуткий джетлаг то есть я спать не мог по ночам и мне просто-напросто было нечем заняться при этом я знал свои задачи на привыкующую четкость а это было самое начало им дворя и я вместо того чтобы спать спать не мог как я сказал начал заниматься этими задачами просто стал работать на ночах во время своего отпуска ну и так вот с таким воодушевлением начал делать эту работу что в конце своего отпуска он удлился сделать 90% всех задач это было в 2011 году в результате когда я вышел на работу вернулся в Америку оказалось что действительно служил на ночах но отпуск продолжается да но дело в том что энергию делать куда-то надо а просто взять и просто свалить с работы уехать куда-то ну так тоже не совсем получается вот и ну че мне заняться думаю дай займусь двадцати процентными проектами вот тогда же по-моему в то время когда я в отношении организации этих джекан да занялся этим потом занялся да немножко занялся автоматизацией причем web automation смысл такой что допустим у вас есть какая-то очень слушная ручная работа например вам надо заполнить тысячу форм в интернете формы одинаковых просто с разными данными дело в том что sales'ы частенько такими вещами занимаются то есть sales'ы как-то раз попросили нас инженеров помочь им с этим тем берете какую-нибудь там штуку на продукте web-драйвера если кто-то знакомит вот ну вот с помощью этого web-драйвера просто берете и автоматизируете эти все операции при заполнении этих текстов полей из какого-то там файла клики на кнопки ошибок и все такое в результате помнится они по-моему свой гигантский баклот десятки тысяч entries умудрились обработать там за три часа и приезжут ко мне звук «богодан» один такой пример забавный потом был такой забавный пример начал заниматься так называемым макмейкером если кто-нибудь слушал про такую штуку вот в Киеве живет такой Антон Бережный ну наверное бережный 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 извиняя за мой французский по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-русски бережной бережной а ну хорошо не знаю вот некий раз совершенно такое антон я думаю многие знают по социальных социальных сетях ну я как-то раз ездил в Синдопур в качестве личного переводчика для Антона вот такой 20% проект немножко странный немножко не инженер вот еще и делал а занимался немножко хромом в общем пью хром в качестве 20% проекта правда хром честно признаться мне пилить им очень не понравилось потому что он здоровый и оперировать на нем очень медленно вот хотел попилить немножко андроид но мне не хватило уже времени и назначил заниматься поисковым движком у меня выбор был такой поисковым движком заниматься либо андроид решил меняться поисковым движком с тех пор как бы остался для технических проектов сейчас все время у меня не уходит на поисковый движок потому что там чем заняться просто так вопросы? да у меня вопрос а в полной готовой разработке есть первая я так понимаю что зависит от команды и проекта конечно какие какие ну скажем так я работал в разных проектах ну что ну зависит от того на каком уровне ты находишься если ты находишься на юниор уровне то есть молодой обычно да тебе дают некую задачу конкретную чётку ты должен реализовать на том или ином языке программирования в которых основные три c++ java и python вот значит что происходит тут ты пишешь код который реализует задачу потом коду пишется unit tests как правило есть такие нехорошие люди которые не пишут unit tests пишутся обычные integration tests в дополнение если у вас мудр какой-то большой получилось потом просто берется и встраивается в существующую систему на более высоких уровнях ситуация немножко другая там задача у вас более абстрактная есть у вас какая-то проблема надо решить сам придумываешь решение это задача правило у тебя есть команда более junior инженеров им надо задавать задачу придумывать как что говорится там срос по карьерной лестнице в software инжиниринге количество кода больше картина в том предел там уже надо заниматься такими вещами то есть находить какие-то проблемы и решать чем выше растешь тем меньше ходу пишешь то есть я по-своему сегодня с рукой писал хотя не относительно недавно и правда не зимний тест да вы видели это было кстати моим приездом в Киев вот ну как-то так существует масса дашбордов которые ассоциируют состояние здравой системы обычно есть некие онкалы которые следят за тем чтобы дашборды оставались зеленые если что-то там поломалось стало красным то необходимо найти кто поломал что-то ну и сказать молодой человек пожалуйста девушка пожалуйста поправьте если если не находишь то это очень плохо в ситуации это найти что ломает твой сервис за неделю до вылета была какая ситуация занимался новым релизом этого поискового движка и там была такая вот сложная очень ситуация но в целом где-то так а как процесс например с точки зрения не говорят а с точки зрения команды там где одного уровня ну обычно скажем так в разных командах по-разному где-то используются какие-то как же это называется где этот покер играет еще что-то а джайл не люблю но знаком сталкивался кто-то пользуется такой технологией кто-то пользуется другими технологиями просто мы в нашей команде мы приблизительно все одного уровня то есть в моей маленькой подкоманде нынче мы работаем с инженерами для решения конкретной задачи обычно технология такая что мы говорим о проблемах каких-то даем друг другу фидбак какие-то предложения пиши ту или иную задачу работа у меня такая в основном пишу документы думаю о том какие есть проблемы что необходимо решить создать то есть код пишу я практически фактически не пишу разработки такого нет все но просто думательный процесс дизайн да думательный процесс анализ какие-то выводы соответственно после этого компиляции документов с выводами презентации документов что из себя моя жизнь представляет за последние несколько месяцев если взять немножко то чем я занимался до этого скажем местоуровневой оптимизации различные там конечно немножко в другом там необходимо находить какие-то интересные эксперименты которые можно поставить в котором как, к примеру похакать memory allocator знаете пишите new имя класса распределяется памяти ну вы знаете что вообще говоря это самая довольно дорогая операция из-за того что этих операций по коду разросло огромное количество по сути выделение памяти это процедура вот этот код который выполняет выделение памяти обычно если вы запускаете на multi-threaded systems очень медленно потому что там в любом случае где-то будет какой-нибудь mutex или log или какой-нибудь critical sanction который нужно синхронизировать и это critical section будет жутко контендер ну неэффективно не без словами вот ну вот я к примеру менял полокацию memory allocator так называемый TC malloc в гугле чтобы он полокацию выполнял там работа такая в основном связано с чтением различных научных статей различных феноменов и дальше попыткой эти феномены таким образом последить существующей системе ну и решение посмотреть какие будут результаты ну такого краткого и что to score u как еще to score u ну скажем так там результаты были такие порядка ускорения 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 было за счет большей фигментации памяти внутренней фигментации памяти то есть если грубо говоря если ньютон в java то это будет обрабатывать jvm в данных то есть то есть дело в том что в классе обычных приложений вообще в обычных длинных приложениях в tsmall это просто библиотечка большая которая просто является proxy на пути к kernel библиотечка берется с помощью break или abmap а дальше вот эту выделенную память break или sbreak или mmap вперед есть определенные проблемы которые можно немножко порешать скажем так это был скорее эксперимент я кое-что интересное узнал поделился результатами с коллегами все сказали что другого после этого на этом все решилось потому что на самом деле это достигалось за счет больше пагментации памяти что они не есть в другом посчитали то есть я составил массу разных экспериментов один из таких прикольных составил массу экспериментов некоторые ускоряли движок происходит на проценте другой не один ну довольно интересно пацан кое-что проблему опа попробуем рамку микрооптимизация которая зачастую народу занимается довольно интересно временные рамки он ставит или вы должны просто ее решить и все ставят да тем временем рамки которые у меня в текущем проекте я сразу сказал начальнику знаешь определенные проекты у нас соскальзывали порядка порядка по поэтому гугл очень не любит давать анонсы и не говорите какие-то сроки ну там всякое бывало да что-то там соискальзывало что-нибудь еще срок что-то бывает опять таки если ты адекватно оцениваешь ресурсы и задачу проблема в том что зачастую во многих задачах ты не знаешь что тебя ждет впереди есть всякие помодные камни на которые подпикаешься и хватаешься в голову осознавая насколько серьезно проблема то есть просто невозможно для работы с новой проблемой полностью осознать масштабы это мы не будем рассчитывать последний вопрос последний вопрос остальное кто участвует в ответ на прогноз запил да последних вопросов нету торжественный момент да торжественный момент тадам Оля давай есть такая замечательная девушка если вы не из вас помните вот этот дизайн который выиграл в конкурсе от GoogleUp рисовала Оля в этом году черкассы выиграли а а а а а а давайте поближе к центру улыбаемся и маршал поздравляю поздравляю спасибо если кто захочет еще помучать немножко Руслера может еще чуть-чуть тут посидеть а да и сейчас все выйдете вот сюда и вот так не было порта не было ИВ а и а а подтянулись да подтянулись да подтянулись так кто нам началась как фотограф командует и там С тобой тихо. Ты делаешь? Может я как-то поравнемернее? Я сразу не расскажу. Это точно. Я подставлю. Ты давай шаг назад. Ты можешь тот свет включить? Который над тобой? Улучшит ли оно? Наши... Да. Да. Раз, два, три. Держи! Мы кричали мотивы. Давайте 3 сентября. Привет! Я верну. Мы вообще... Спасибо. Можно еще? Сейчас еще десять телефонов. Давай! Я воркнула! Уходи! Есть такой прием. На раз, два, три открываем глаза. Раз, два, три. У нас там еще какая-то еда осталась. Так что, если кто-то хочет доесть, то я возьму. Запеканку. Режем. Стоимы. . У меня у вас вот в орке. Водите слив accurate, правда. Какось оно из серебряда? Мы сейчас типа... Нет, ты идёшь, Гаррика? Да. Я же фотограф. Штех, я же фотограф. Да. Ты вырубил её, кстати? Нет. А, хлеб.